Сотрудничество. А можно вопрос? Скажите, пожалуйста, Александр Федорович, в сфере своей работы мы столкнулись с тем, что наша фирма, да я думаю, целый ряд фирм, испытывает кадровый голод в плане не просто разработчиков, а менеджеров, которые руководят командами программистов. И я знаю, что кафедра менеджмента, она вряд ли сможет решить этот вопрос, потому что человек, который управляет программистами, это несколько другая категория людей. Планируется ли какое-нибудь, я не знаю, развитие кафедры или какие-то дисциплины, которые смогут готовить менеджеров-программистов? Готовить менеджеров-чистых программистов не наша задача. Что касается учебного процесса, то дисциплина такая есть. У нас называется управление IT-проекторами. Дисциплину ввели. Другой вопрос, что какой менеджмент лучше, тот, который вырос или тот, который пришел со стороны, это вопрос. Я думаю, что система должна быть комбинирована. Вот как в Майкрософте. Они добились финансовых, скажем, существенных достижений, благодаря тому, что в команде были люди, которые технически грамотные и были хорошие бизнесмены. В том числе в команде был очень серьезный бизнесмен, менеджер, который целый ряд, так сказать, акций, непонятных на тот момент, когда развивалась, поднималась еще Майкрософт как корпорация, привела к тому, что они рынок захватили. Причем, как бы, неожиданно, несколько неожиданно для других предприятий, организаций. Поэтому дело нужно брать и таких людей, должны быть и такие, и такие. Домашний менеджмент, это хорошо, но надо сотрудничать. В общем, сотрудничать, в том числе и с кафедрой менеджмента. Ну просто, как бы, по поводу Майкрософта, это был, наверное, немножко маркетинг, а вот в данный момент именно есть специальные методики управления проектами. То есть там agile, все такое. То есть в этом плане, вы как думаете, имеет больше смысла сотрудничать с кафедрой менеджмента и просить их внедрять эти дисциплины в процесс? Либо же все-таки имеет смысл в кафедре и ты, если имеет как-то все-таки внедрять эти дисциплины? Значит, я вам вопрос понятен. На нашей кафедре, в принципе, как бы достаточный уровень знаний есть в этом направлении. Есть определенные связи. Ну, допустим, в ВАКе, высшей организационной комиссии вопросами менеджмента управления, в том числе в IT сфере, занимается кораблестроительный университет имени Макаров. И практически мы можем получить при необходимости любую консультацию в этом плане. Но, в принципе, я вам скажу, нужно заниматься самообразованием тем, кто пошел в менеджмент. Там посмотрите в интернете теорию малых групп, например, и вперед. Нет, это не очень. Дело в том, что одно дело, именно как самообразовало самообразованием, а совсем не новое дело, то, о чем вы сказали, на самом деле, в вашей лекции, что институт все-таки дает базовое, фундаментальное знание. Может быть, не углубленное, но он дает именно станковое, это станковая школа, основная. Но еще могу сказать, что проверить работу в команде, в институте достаточно тяжело. Тут студенты присутствуют, потому что в команде должны быть люди, которые друг друга поддерживают. В коллективе этого на сегодняшний день особо не наблюдается. Поэтому пробовали групповые разработки программного обеспечения, но опыт не очень. Кто-то один оттянет все это назад, ему все равно, что будет с другими. Двое кучи. Естественно. Изучение специальных технологий, в принципе, можно поставить в рамках учебного процесса, потому что есть еще третий раздел, который здесь мы вообще не затрагивали. Это дисциплина верного выбора студента. Здесь выделяется определенное время на него, и там есть набор дисциплин. В принципе, в рамках учебного процесса можно изучать любые технологии. Ну, в Криволе-Западный пример, на Западе есть такая методика обучения в ЛИЗАх, как студент выбирает самостоятельно себе те часы, то есть он имеет базовое образование, допустим, тоже базовое образование, которое выдают все часто, также имеет определенный список дополнительных часов. Ну, по определенным образом. Я, как работодатель, выдвигаю требовать к кандидату о том, что человек должен владеть, во-первых, дипломом, а во-вторых, должен иметь аттестацию после различных дисциплин. Ну, дополнительно. За мой счет, за другой счет. Ну, за счет студента, не важно, как участвовать, готова ли академия провести это чрезвычебное дело, разработать планы, занятия и все это, для того, чтобы, грубо говоря, заниматься дополнительным обучением, сейчас на поле. Понятно. Значит, никаких проблем, в принципе, нет, кроме желания оплачивать этот труд. На сегодняшний день обращались, к нам на кафедру обращались и промышленные предприятия с просьбой внести учебный процесс, поставить, кстати говоря, и учебный процесс на предприятие. Приходите, научите, мы будем платить. Это дело касается финансирования процесса. Пока ничего не получается. Что касается самой системы образования, то в рамках стандарта выделяется, там порядка 500 с лишним, 550 где-то часов аудиторной нагрузки, которую студент имеет право выбрать. То есть ряд дисциплин на сегодняшний день, не знаю, есть такие как бы модули, он выбирает или одну группу, или другую группу дисциплин. Без проблем. Просто давайте такие дисциплины, которые студенты будут выбирать. Студенту есть выборы сегодня. Мы вам уже привели пример. Project management. Ну давайте будем думать о project management. Ну это, кстати, действительно актуальный вопрос. Потому что сегодня приходится с нуля это все очень тяжело выкручивать. Лично в самом деле. Можно я немножечко это сказать? Это самое, поскольку дисциплина моя больная. Значит, в чем проблема, хотел бы, обрисовать. Но одно дело, вот вопрос, да, где? Учить управленцев, то есть на кафедре менеджмента, да, особо, который занимался, либо айтишников учить менеджмент. Вот, е-богу, у меня было всегда желание пригласить, так сказать, Женю, пригласить Пашу, чтобы они посмотрели, так сказать, и попробовали поработать со студентами. Программировать еще как-то, да? То есть людей, которые заинтересованы. Но когда начинаешь рассказывать о менеджменте, это настолько для них абстрактные вещи. Нужен определенный склад. Склад характера, опять же, посмотрите, с менеджментом. Я понял. Значит, будем думать. Надо на этот вопрос, да, действительно, хорошенько подумать. И может быть, действительно, имеет смысл попробовать с экономистами. Но тут проблема та же. Профессиональный управленец. Кстати, в России изначально дисциплины, которые касаются айтишных, я бы хотелось общаться, они читались именно управленцем. Не разработчиком даже. Тут даже не столько... То есть смотри, сегодня у нас есть там некоторое количество народу, да, из которых очень мало себя представляет, что такое вообще аджайл, да. Многие слышат его впервые, да, там, из уст руководителей. И это проблема. Не надо их делать управленцам. Управленцы они вырастут сами, это понятно, но... Но базовые понятия того, что такое аджайл, как и что такое экспи-программинг, да, там, и так далее, и так далее. Должно быть, иначе, ну, развариваешь, ну, тяжело. Опять же, камень мой огород, поскольку я об этом рассказывал уже лет пять. Ну, видишь, у нас-то еще есть такие выпускники, как я. Ладно, еще можно я два слова. Значит, года три назад, наверное, на Украине было приведено три семинара. Это Львов, Киев и Харьков. Значит, фирмы, ну, достаточно большие, опытные фирмы, которые разрабатывают программное обеспечение с большим количеством сотрудников, с отлаженным технологическим процессом, приглашали работников высшего образования на примерно недельный семинар. Каждый день это восемь часов, то есть это не просто погулять и там посмотреть город. Это восемь часов докладов сотрудников фирмы о своей деятельности, включая технологический процесс, включая взаимодействие с потребителем, включая собственный, ну, не университет его называют, свою систему внутреннего обучения, включая систему учета, контроля и всего прочего, включая систему организации команд в рамках предприятия, включая работу служб, отвечающих за качество, то есть это те, кто осуществляет тестирование программного обеспечения. Это вопросы, связанные с заинтересованностью людей в своей работе и вопросы, связанные с социальным вопросом быть и все прочее. И еще интересные вещи, связанные с тем, как строится оценка качества программного обеспечения, какие риски, как учитывают, как контролируется статистика возникновения ошибок, как они исправляются и как организовано обсуждение результатов в командах. Вот примерно спектр вопросов, которые рассматриваются. Так что, как бы теоретически, мы готовы. Все, что нам показывали, объясняли, мы внедряем в учебный процесс. К сожалению, я вот с того, чего начал, тем и закончу. Все-таки надо, чтобы представители бизнеса, представители предприятий, разработчиков программного обеспечения приходили к студентам и объясняли, что от них будет требоваться там. Зачастую студент пытается с третьего курса уйти зарабатывать на фирму и приходит и говорит, мне вот это надо, все остальное не надо. Он решает, он уже решает, что ему надо, что не надо, он лучше знает всех преподавателей. А поскольку он работал с определенным программным продуктом, с определенным кусочком, и там знает больше, чем преподаватель. Это нормальная ситуация. Он уже считает, что он умнее, грамотнее, со всеми вытекающими последствиями. Он же с первой подолгой на работу. Совершенно верно. И только через некоторое время начинает приходить сознание того, что в принципе учебный процесс. Он учит работать, учит думать. Если навыки за пять лет не получил, пришел на фирму, там уже, там другое, да. Там практически человека, который не работает, просто уберут. Вот и все. Он не нужен на фирме. Так что приходите к нам и объясняйте студентам. Чтобы посещаемость была не то, что сейчас, а 105%. Приходили еще другие годы.